Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем. В эфире программа «Разговор по делу». Я, Андрей Усенко, у меня в гостях сегодня, я сейчас вот прям наберу воздух, чтобы правильно представить, доктор экономических наук, директор Института экономики и менеджмента нашего опорного вуза Надежда Савельева. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Вот очень непривычно видеть такой образ доктора экономических наук и доктора наук, в принципе, но я рад, что у нас есть такие доктора, потому что это позволяет надеяться, что с нашей экономикой все будет не только как с Академией наук, а самое главное. Я начну прямо с провокационного вопроса. Вот прямо давайте будем спорить, начнем. Потому что ваша профессиональная деятельность – это обучение предпринимательству и экономике. Правильно? В том числе, да. А я вот много лет живу в парадигме того, что предпринимательство научить нельзя. Потому что это либо вот дано человеку, ну, либо не дано. И есть даже статистика о том, что от 3 до 5% населения там земного шара имеют способности к предпринимательству. А как вы учите тому, чему научить нельзя? Тут даже больше, знаете, не то, что дано, не дано. В процессе обучения эти люди либо проявляются, либо не проявляются. Те, кто проявляются, они обучаются, получают эти азы. Ну, так же, как, например, управленец, менеджер. Это же тоже дано или не дано, правильно? То есть либо есть лидерские качества. Как и врач. Это же тоже, что можно научить, конечно, ставить диагноз механически. Но призванием это может быть только в том случае, если какие-то врожденные есть наклонности. Ну, хорошо. А кто-то проявил, а кто-то нет. И что с теми, кто нет? Ну, так же точно, как с врачом. Мы учим на врача, а там дальше уже человек либо работает врачом, либо не работает врачом. Ну, хоть последствия не столь плачевны могут быть. Ну, для экономики не важно. А что думаете, ну, каково количество тех людей, которые вот проявляют эти способности все-таки? Вот, ну, не только среди тех, кто пришел к вам учиться, а в принципе, вот эти цифры 3-5% населения имеют предрасположенность к предпринимательству. Там похоже на правду или? Очень даже похоже на правду. То есть как раз и получается где-то около 3-5%. Если брать, вот, допустим, там по моему институту, то, наверное, такая цифра и получится. Которые дошли до конца, которые стали предпринимателями, открыли свое дело, да. Очень даже близко к правду. Вообще отслеживаете вот этот, как сказать, как сейчас правильно-то говорить, конверсию? Карьерный путь? Да, то есть кем становятся, как, насколько успешны, сохраняют ли связи с ВУЗом? Это же хорошая такая история, там еще и финансирование, может быть, эндаументов, которые выпускники ваши с этим создают. На самом деле, конечно же, не только отслеживаем, мы вообще дружим с теми, кто всего добивается, не только в сфере предпринимательства, потому что у нас минимум 10% в образовательном процессе задействована практика. То есть они выучатся, чего-то достигают и затем возвращаются в качестве уже наставников, в качестве преподавателей, практиков в стены нашего университета, в стены нашего института. Рассказывают ребятам свой прекрасный опыт, показывают свою энергию первого лица, и ребята, смотря на них, смотрят, учатся и поступают аналогично. Захотите назвать кого-то? Или не будем выделять? Я думаю, что не будем. Их очень много. Много? Сколько лет уже? Сколько выпусков? Сколько лет, собственно говоря, ВИАДГУ занимается выпуском предпринимателей? На самом деле, институт, 31-й год существует, институт экономики и менеджмента, если про него говорить. Отмечается с 92-го года. Да, все верно. Да, 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 да. В том году мы как раз в конце декабря отмечали юбилей, 30-летие нашего института. Поэтому порядка, вот если сейчас говорить, что у нас на сегодняшний момент обучается 2000 студентов. В институте в целом? В институте в целом. А какие специальности преподаются? То есть это же не все предприниматели, да? У вас еще экономика? У нас на самом деле бакалавриат, очень широкий ассортимент, то есть это и экономика. В частности, сейчас больше идет профиль бухучет, потому что бухгалтеров на рынке не хватает, они очень востребованы. И работодатели, мы же учебные планы согласовываем с работодателями, в том числе соответственно. А как же вот эта вся автоматизация, искусственный интеллект, электронные подачи документов и все остальное? Я разобью очень серьезно этот миф, потому что на самом деле наши бухгалтера уже со второго-третьего курса полностью работают, совмещая работу с учебой. Нам всем рассказывают, что вот этот переход в электронные формы отчетности и все остальное значительно упрощает. На самом деле востребованность бухгалтеров возрастает? Конечно, администрирование возрастает в том числе. Ничего себе. Поэтому от работодателей, вот если мы затронули вопрос бухгалтеров, то постоянно приходят просьбы найти студентов для того, чтобы их трудоустроить к себе на предприятии и в организацию. На кого еще запрос? Запрос на всех. То есть, если говорить о моем институте, то на самом деле у нас процент трудоустройства, стопроцентный точно, они уже в процессе учебы определились с местом работы. Постоянно бывают такие случаи, когда крупные предприятия с очень хорошей заработной платой на старте обращаются с тем, чтобы найти для них студентов, даже не выпускников, даже хотя бы тех, кто учится. Мы не можем найти у нас все ребята трудоустроенные. Ну, а знаете же ситуацию на рынке труда сейчас, да, там, катастрофическую нехватку кадров, причем, ну, физически людей. Дело даже, мы же с вами, помните, там, несколько лет, так или иначе, обсуждаем, да, с опорным вузом, как с ключевым игроком на этом рынке. Там, начинали с, ну, так скажем, выбора специальностей, да, там, соответствия подготовки или специализации, там, студентов с запросом экономики. Сейчас пришли уже к пониманию того, что просто физически не хватает людей. Что система образовательная на это отвечает работодателю? Что вы можете, вот вы как, ну, руководитель образовательного учреждения, который понимает, что, ну, это не изменить вот так вот, да? То есть вы не сможете завтра отреагировать на все запросы экономики. Вот вы что, как специалист, как профессионал в этом смысле, можете, там, как видите решение ситуации? Ну, на самом деле поток студентов меньше не становится, то есть даже при условии того, что бюджетных мест все меньше и меньше, да, выделяют на экономические направления. Поток точно такой же, то есть если там... На платные идут? И на платные идут, и на бесплатные идут, то есть я сказала, что порядка, там, двух тысяч студентов сейчас учатся, то есть это 50 на 50 примерно, то есть около тысячи это очников, а остальное все заочное, дистанционная форма обучения. То есть востребовательность она есть. Также в качестве примера можно привести, что многие сотрудники предприятий идут в магистратуру, то есть у нас очень хороший набор в этом году. Повышение квалификации, да, получается? Да, прямо целыми отделами, структурными подразделениями идут к нам в магистратуру, понимая, что они, зная специфику деятельности своего предприятия, накладывая на это управленческие компетенции, могут спокойно работать и в других должностях на предприятии, поэтому такое тоже имеется. Не договорились с вами по поводу того, какие еще у вас специальности востребованы, на кого еще большой запрос? Ну, понятно, что на всех, да, но вот все-таки какие-то ключевые компетенции, которые необходимы сейчас в чем? Государственное и муниципальное управление. Да, очень большой запрос. Запрос у работодателя? Нет, конечно, запрос у органов власти очень большой. Ну, я имею в виду, нет, я и говорю, запрос у работодателя. Ну, да. А желающих? Все практически уходят, на старте точно, то есть сначала идут на практику, затем либо остаются, либо не остаются, тут уже от характера зависит, сами понимаете, тут специфика работы некая есть. Очень большой запрос на бизнес-информатику, это направление очень серьезно развивается в последнее время. Что это такое? Бизнес-информатика, это бизнес-аналитик, это сочетание, ну, если вообще утрированно говорить, не погружаясь в подробности, информатика, программиста и экономиста, то есть это такие некие аналитические компетенции. Тут тоже как раз недавно, две недели назад отмечали юбилей, 20 лет было бизнес-информатики, конечно, у нас в УЗИ он не так давно, и у нас буквально там поза том году были первые выпуски. Но они все трудоустраиваются, опять же, даже еще обучаясь в стенах университета, приходили работодатели, мы с ними очень долго общались по поводу этого направления. Они сами заходят также точно на пары, на занятия для того, чтобы уже научить тому, чего, значит, они хотят получить на выходе от этих выпускников. Дальше у нас есть специалитет экономическая безопасность, сами понимаете, сейчас тоже достаточно востребованное направление. В принципе, я говорю, туризм у нас тоже очень востребован, там достаточно большое количество бюджетных мест, тоже, ребят, очень хорошо трудоустраиваются. Ну и управление персоналом, конечно же, менеджеры, это всегда очень топовые направления, которые тоже также точно очень хорошо забирают рынок труда. Короткий вопрос, а потом серьезный. Короткий, сколько, ну по вашим оценкам, только честно, да, сколько остается в регионе, сколько уезжает, ну вот из ваших выпускников? Вы знаете, очень сложно сказать, надо их трек просматривать, но я вам одно могу сказать, что сейчас тенденция на уменьшение отъезда, это однозначно прослеживается. Я вижу даже по набору первокурсников, это ребята из хороших школ, которые приходят к нам, которых не было ранее. Раньше они уезжали учиться? Да, раньше они уезжали учиться, два года я уже наблюдаю тенденцию, когда они остаются у нас, такие прям звездочки. А почему? Я спрашиваю ребят, ребят, почему они говорят, потому что сейчас нам нравится у вас учиться, нам нравится ваш институт, нравится направление, нам здесь интересно. То есть, например, девчонки пришли из Кэпла, к примеру, медийные которые, они сразу же создали медиа-центр ИЭМ, они сразу же начали работать по этому направлению. Ну, то есть, и таких примеров можно достаточно много привести, когда, видимо, настолько мы уже создали условия, что им нравится учиться, и они остаются. Ладно, про саму молодежь мы чуть попозже поговорим. Серьезный вопрос, который я хотела задать. Мы про студентов поговорили, про работодателей, но вы, по сути, администратор учебного заведения, это одна из функций, да, вы руководитель этого института, и, собственно говоря, это ваша задача формировать преподавательский состав. Вот, мне прямо интересно, а как в таких очень быстро меняющихся условиях, когда эти компетенции, ну, их раньше не существовало, там, пять лет назад, там, да, теперь они появились, и надо научить им студента, причем в соответствии с требованиями работодателя. Где вы берете преподавательский состав? Вот, как педагоги сейчас, ну, пытаются соответствовать тем требованиям, которые жизнь, по сути, предъявляет? Кто эти люди? Вот, смотрите, хороший вопрос, на самом деле, этим вопросом мы задавались, я задавалась, когда пришла к должности шесть лет назад, как же сделать так, чтобы преподаватели, это были не говорящие головы, которые просто, ну, грубо говоря, передают материал, да, там, учебное пособие и так далее, а те люди, которые действительно практику несут массы. Я сказала уже про практиков, там, 10%, на самом деле их больше у нас, потому что такие направления, там, например, как менеджмент, да, там, управление персоналом и так далее, бизнес-информатика, они невозможны без участия работодателей, мы это прекрасно понимаем, потому что здесь не уследить за меняющимися условиями. Что же касается бэкграунда преподавателей? Очень хороший у нас кейс, когда сейчас мы за последние пять лет уже реализовали более 35 научно-исследовательских работ разного характера. Это и разработка стратегий для регионов, и решение различных кейсов для предприятий, когда наши преподаватели, которые обладают огромным объемом компетенций, применяют их на практике, и потом, приходя в аудиторию, они уже рассказывают не теорию, а они рассказывают именно практику. И студентам очень интересно. Ну, кто эти люди, это вот, это люди, там, ну, не знаю, 20 лет уже работающие в УЗИ, или это люди, которых вы, там, из реальной экономики, там, из реальных предприятий пригласили, кто эти люди? Разные, абсолютно разные люди, не зависит это ни от возраста, это зависит только от желания человека. У нас есть пример, когда, допустим, там, Наталья Дмитриевна Воронцова, работая на кафедре очень много лет, практически с самого основания, ей, ну, она уже, грубо говоря, пенсионного возраста, она реализует контракты, она публикации делает, она со студентами прекрасно справляется. Есть люди, которые пришли с предпринимательства, когда они говорят, мы, я хочу защититься, хочу стать, там, кандидатом экономических наук, и их затягивают, и они умудряются совмещать и то, и другое остаются у нас. Разные есть люди, абсолютно. Все зависит от желания человека работать. То есть, вот, если говорить про научную сферу, чем она отличается? Она отличается тем, что она многогранная, многосторонняя, у тебя всегда разные задачи, они всегда интересные, они всегда сложные, и всегда решения различные. Хорошо, а тогда вот о работе самого института, да, внутри вот о системе работы. Смотрите, то есть, мы там, как, ну, в большинстве случаев, когда говорим про ВУЗ, про ВИАДГУ, там, в частности, это, там, учреждения образования. Да, вот туда ходят студенты, их там чему-то учат, а потом работодатели не знают, что с ними делать. Ну, утрируя совсем, ну, такой стереотип сложившийся, там, да, воспринимается так, как сугубо учебное заведение. На самом деле, там, я благодаря тому, что много общаюсь с представителями ВУЗа и много пересекаемся, где я знаю, что большой объем, не только научный, но и практической работы ведется, причем по всем направлениям, там, да, строительство, строительство, промышленность, промышленность. Обрабатывающие какие-то производства обрабатывающие, вплоть до разработки станков и всего. С вами мы разговаривали, вы уже упомянули, что, там, стратегии регионов, модели разрабатываете. Вот, немного об этом расскажите, как, вот вы, как руководитель, опять же, института, да, условно говоря, в процентах, вот, столько, там, научная деятельность, исключительно научная, да, вот мы, там, изучаем, там, что-то, да, столько преподавательская, столько практическая. Как, как, как устроено? Вот, интересно, правда, как это происходит? Мне еще больше всего, вот вы сказали про миф, мне больше всего нравится, когда приезжаешь куда-нибудь на конференцию или, там, на, значит, на совещание какое-то серьезное, и начинаешь говорить, вот, кафедра реализовала все, о, кафедра, это же такое что-то замшело, если бы мы вас не видели вот так, мы бы подумали, что это что-то такое. То есть всегда это очень улыбает, на самом деле это серьезный кропотливый труд, он очень занимает много времени, 24 на 7 однозначно, то есть не надо думать, что преподаватели, ну, по крайней мере, в моем институте, это те люди, которые пришли, там, две пары отвели и ушли, такого уже давно нет. То есть они работают 24 на 7, если есть контракты, если есть курсы повышения квалификации, они могут работать. Вот вы упомянули контракты, давайте правильно скажем, я, насколько понял, это контракты внешние, на исполнение каких-то работ, правильно? Это не контракт с преподавателем, а это когда вы, как подрядчик некий, да, то есть выполняете работы по заказу, правильно? В установленные сроки, в установленном объеме в соответствии с техническим заданием. Ну, то есть как полноценный участник экономического процесса, там, производственного даже. Ну, да, только с большими компетенциями. Прошу прощения, что перебил, да. А как это? Ну, то есть вы же не ООО, вы же не завод, вы же не фабрика. Что там происходит? Какие контракты? Кто заказчики? Кто исполнитель? Вы эксплуатируете студентов нещадно? Нет, студентов на самом деле мы не эксплуатируем. Они с удовольствием выезжают на территорию с превеликим, то есть, например, последние там выезды в Новосибирск они ездили на территорию. Какая практика, которую... Изучали конкуренцию в Новосибирске, например, как вариант для министерств Новосибирска. Дальше в Томск ездили ребята, там мы разрабатывали там карьерную карту томича, они тоже с удовольствием работали на территории с опросами. Томск и Новосибирск. Да. Это вот эти научные центры, с их там научной школой и всем, а вы там работаете. А у нас больше опыта, поэтому мы эти контракты выигрываем. Один из примеров Карелия, когда мы разрабатывали несколько стратегических документов для данного региона, работу нашу очень оценили. То есть, наш коллектив отличается трудоспособностью, компетенциями. Ну, то есть, получается, что тот коллектив, те преподаватели, те сотрудники института, которые работают, они не только занимаются преподаванием, но и выполняют практические работы. Даже, знаете, как можно сказать, они выполняют эти научно-исследовательские работы и все это несут дальше в аудиторию. Вот, наверное, правильнее так сказать. А как, ну, тоже ведь есть некий, наверное, соблазн уйти сугубо в эту коммерческую деятельность. Я так думаю, что она в том числе выгодна и самим исполнителям этих контрактов. Тут как-то регулируется это. Три часа преподаешь, пять часов коммерческой деятельностью занимаешься. Как это внутри? Что подразумевается под коммерческой деятельностью? Ну, я так понимаю, это все равно госконтракты, по которым, собственно говоря, вам оплачиваются те работы, которые вы выполняете. Это же не альтруистические, там, не знаю, действия. Ну, это же научно-исследовательская работа, это не коммерческая деятельность, то есть это научно-исследовательская работа. Но при этом она оплачивается. Ну, естественно. Нет соблазна больше заниматься ей, нежели чем-то преподаванием. То есть как регулируется вот это, как баланс этот соблюдается? Эта работа носит обычно установленные сроки. И коллектив формируется под данную научно-исследовательскую работу, исходя из компетенций и занятости сотрудника. А как студенты привлекаются? Ну, один из вариантов я уже вам рассказала, это выезд на территорию с удовольствием, они выезжают на территорию. Второй вариант, прямо в аудиториях, выполняя различные задачи, им очень интересно. Ну, практически. Да, конечно. Вы все-таки опорный вуз Вятского края, Кировской области, а для Кировской области Томск, Новосибирск, Карелия, а в Кирове что? Мы работаем со всеми заказчиками, со всей территорией. Что-то можете в качестве некого, не знаю, референсного предмета гордости назвать? Ну, конечно, мы много лет работали с мой бизнес по различным проектам, вы знаете, да. Значит, с общественной палатой, несколько проектов, в частности, входим в экономический совет при губернаторе. Естественно, что эта работа тоже ведется, и для своего региона в том числе. Какие задачи, как руководители института экономики, менеджмента, вот перед собой ставить? Вот, ну, как топ-менеджер, да, который ведет команду вперед. Мы поговорили о тактике, поговорили о том, что сейчас происходит. Куда идете? На развитие? Курс на развитие? Ну, куда? Развитие – это такое расплывчатое понятие. Самая основная наша задача – это все-таки подготовка качественных выпускников. А как измеряете? Экономика, она же все считается. Как замеряете? То есть предлагаете уровнем зарплаты измерять? Нет, почему? Ну, будет сложно сейчас уже говорить о профильном трудоустройстве, да, вы правы, сейчас сметают всех и заберут все. Но вы для себя же все равно какие-то показатели внутренние, наверное, ставите, там, как оценивать? Это же самая такая сложная внутренняя оценка, да, там. Вопрос поняла. Разговариваем, обратную связь получаем от ребят, которые устроились, работают, как им. Ну, вот, допустим, бизнес-информатика, да, две недели назад встречались как раз студенты, работодатели и выпускники приехали из разных городов. Одна девочка подключилась даже из-за границы. Мы их спрашивали, ребят, расскажите, наши знания, которые мы вам дали здесь в стенах Вятского государственного университета, они вам пригодились? Они сказали, да. Некоторые даже начали говорить, вот, я не ходила там на такие-то пары, надо было обязательно ходить, потому что вот как раз вот это мне и нужно было в моей работе. То есть вот только так можно измерить, получив обратную связь от того, получили ли вы то, что хотели, пригодились ли вам эти знания. И я думаю, что это один из показателей. Что говорят работодатели? Высокое качество выпускников, однозначно. Других отзывов пока не слышала. Кто инициирует эти встречи? Ну, вот нас слушают с вами там в основном, я думаю, это так или иначе, там, людям, которых можно отнести к работодателям, да. Кто инициирует эти встречи? Как на нее попасть, как стать ее участникам? Можно позвонить директору Института экономики и менеджмента и договориться о встрече с ребятами. Один из вариантов. Также есть обратная связь, когда мы приглашаем на занятия тех, кого просят студенты. То есть, например, мы со студентами разговариваем, ребят, вот такая тема. Кого бы вам было из предпринимателей, интересно послушать, кого к вам пригласить. Они начинают называть фамилии, мы с людьми договариваемся и они с удовольствием всегда к нам приходят. Слушайте, давайте дружить. У нас была практика, собственно говоря, с ВИАТГУ, проект «Я в деле». Очень интересные предприниматели, Андрей Березин у нас приходил, рассказывал. Он, правда, когда его позвал, он сказал, ты же понимаешь, что я приду и скажу, не ходите в предприниматели никогда. Я говорю, ну, это тоже надо говорить. Первый приз, да. Это тоже надо говорить, пусть люди думают, пусть смотрят. Ну, а количественные показатели все-таки есть какие-то? Сейчас 2000 студентов, будет их больше, будет их меньше? Как будет развиваться история? Сказать сложно. Не от вас зависит? Много факторов. Ну, то, что они идут и то, что поток студентов не снижается в Институте экономики, я сейчас про него говорю, и менеджмента, это есть. То есть мы ожидали, что в этом году будет меньше набор, но на самом деле практика показала, что ребята к нам пришли. Хорошо. А какие специальности будут появляться? Вот у нас такой блиц на минуту. Что собираетесь открывать, чему учить еще? Пока на самом деле мы не собираемся никакие дополнительные специальности открывать. Те специальности, которые у нас сейчас существуют, они уже пересмотрены. В том году согласованы с работодателями и полностью с точки зрения работодателей соответствуют рынку труда. Актуализировано? Да. Из атласа профессии будущего что-нибудь этакое уже есть? Цифровизация, естественно, пронизывает все учебные планы. Хорошо. Хорошо. Прервемся ненадолго. Рекламная пауза. Это программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. Через несколько минут буквально продолжим разговор с доктором экономических наук. Ни больше, ни меньше. Надеждой Савельевой. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в эфир. Не так много времени у нас уже остается. Программа «Разговор по делу». У меня в гостях Надежда Савельева, директор Института экономики и менеджмента нашего опорного вуза, доктор экономических наук. Мы поговорили про экономику, про науки, про менеджмент. А давайте поговорим про молодежь. Когда человек становится пожилым, знаете, когда в его лексиконе появляется слово «молодежь». Да, точно. Когда он начинает себя дистанцировать. Не будем этого делать, но поговорим про ребят, которые сейчас приходят к вам учиться, учатся. Какие они? Очень хорошие. Искренне. На самом деле поток на поток не приходится. Те ребята, которые пришли сейчас, просто золотые. Их по-другому назвать невозможно. Они очень трудолюбивые. Они очень разносторонние. Вообще другие дети. А был вот этот поток, который сейчас, ну вернее, он был точно, он сейчас попал на рынок труда. Мы с этим столкнулись года два, наверное, назад. Вот так очень ярко. Вот эти ребята, у которых, я не скажу, что нет, но совершенно другие ценности. Работодатели тогда столкнулись с тем, что у них нет вообще ценности работы. То есть, если мы все воспитаны в том, что работа должна у тебя быть, и если ее нет, это ненормально, то у них нет работы, это нормально. Вот их помните? Они, наверное, уже вышли. А что это было такое? Это, наверное, было лет пять назад. Вот такое поколение вышло на рынок. Сейчас выходит поколение все-таки более востребованное, более жизнеспособное. Немножко потерпите. Вот эти первокурсники, которые сейчас закончат, они будут, ну, я так предполагаю, очень даже. Да? Да. Они, потому что все прям хватают на лету. Слушайте, очень ждем, ждем. А как меняется функционал, как меняется функция системы образования, образовательных учреждений сейчас в работе с молодежью, да? С одной стороны, мы слышим, опять же, стереотипно, что там завалены бумагами учителя и в школах, и в вузах, и одна отчетность, и никакой творческой работы, и воспитательная функция ушла, которую там, да, только, как это сказать, услуга по образованию теперь оказывается. Что на самом деле? Нет, на самом деле не так. Воспитательная функция никуда не ушла. Она одна из ключевых функций. Их еще можно воспитывать? Я вам могу сказать, что да, у нас на самом деле два факультета, на каждом факультете есть по заму, по воспитательной работе. Они постоянно живут со студентами, эта функция никуда не делается, наоборот, она только усиливается. Причем есть запрос от студентов, они хотят разными активностями заниматься, поэтому это однозначно есть. Что касается бумажной работы, она везде. Тут главное грамотное управление, грамотное выстраивание, да, так скажем, своего рабочего дня. Касаемо моего института сложно, но можно. Вы же видите, что мы разными аспектами занимаемся, да, все успеваем. И публикационную активность, и образование, в принципе, нас хвалят, да, и вот контракты, которые мы реализуем. То есть тут главное распределение своего функционала, да, и в принципе все возможно. Про воспитательную функцию задумался по отношению к, ну, представил этих ребят, там, 19-20-летних, как замы с ними постоянно живут. А что их сейчас интересует? Вот что их мотивирует? Как вы с ними, ну, как вы объясняете, что надо учиться и надо получать образование и специальность? Что им интересно сейчас? Они, знаете, более такие открытые для общения, ребята, да, более для них подходит формат индивидуальной траектории, когда ты с ними в качестве наставника работаешь, да, и общаешься, вот такой открытый диалог. Потому что это другие дети, они разносторонне развитые для того, чтобы зацепить их внимание. Недостаточно просто прийти и начать читать там какую-то лекцию, допустим, да. Надо все-таки их замотивировать, во-первых. Во-вторых, что-то интересное, вкусное им дать, чтобы они тебя услышали и слушали, и шли за тобой. Слушайте, вот действительно будем ждать тогда это поколение, что называется, потому что, опять же, вот это пять лет назад, то, что вы говорите, да, только то, что сейчас, они же некоторые социофобы прямо до мозга костей, да. Те, которые вот те? Ну, вот, которым сейчас там 23, 22, 25, может быть, да. Большое количество курьеров, знаете, вот с чем связано, я, например, общался, не только читал по этому поводу, но и общался, разговаривал с теми, кто работает с этой аудиторией, они говорят, я не хочу общаться с людьми. Я привез заказ, оставил, отдал, уехал. У меня нет необходимости с кем-то общаться, в коллективе быть. То есть я себе кручу педали там и все. Вот это реальные истории, там, людей, которые говорили, что для меня это важно, я не хочу. Может быть, это другие направления, но у нас другие дети, я вам сразу сказала, что они пришли и создали медиа-центр. Представляете, это точно не социофобы. Да, но я говорил про тех, кто постарше. Вот, опять же, на этом я размышлял в своей колонке, там, в свое время. Раньше поколения были по 20-25 лет, ну, классические отцы и дети, да. Сейчас, мне кажется, там, поколения сжались до 5-7 лет. То есть дети, там, в 15 лет и в 20 лет, там, да, это совершенно разные поколения уже, разные по ценностям. Надо заканчивать нам. Вот, вы, ну, создаете продукт, так, утрированно, да, в экономических понятиях, там, да, вы создаете, там, работника, сотрудника, который приходит на рынок труда. Вы создали этот продукт, дальше, там, работодатель уже с этим продуктом имеет дело. Что пожелаете работодателю, вот, зная свой продукт, любя его, пестуя, выпуская на этот рынок, что в качестве такого пожелания на путстве работодателя, чтобы он, во-первых, получал пользу от этого продукта, а, во-вторых, хорошо и бережно к нему относился? Ну, во-первых, как я уже сказала, если работодатель хочет поучаствовать в образовательном процессе, наши двери открыты. То есть мы всегда приглашаем. Если работодатель считает, что каких-то компетенций не хватает, то с удовольствием обсудим конкретно уже по каждому, там, учебному плану, по каждой дисциплине, что не хватает. С удовольствием пойдем навстречу, потому что наша задача все-таки выпустить, как вы говорите, качественный, но продукт, да, качественный. А вот, что касается, если уже пришел, да, продукт в руки работодателя, правильно работать с ними, находить подход, потому что надо понимать, как мы уже с вами выяснили, вы так считаете, что поколение разное. К каждому свои подходы, то есть мы с вами одни, ребята приходят, они вообще другие, и подход должен быть индивидуальный. Но, опять же, если какие-то вопросы есть, курсы повышения квалификации у нас тоже никто не отменял, тоже можно организовать и, соответственно, прокачать те компетенции, которые необходимы работодателю. У вас практически универсальны. На любой мой вопрос есть ответ о том, что у нас это есть. И вас научим, и вас научим, и вас научим, да, приходите. Надежда, спасибо вам большое за такой интересный разговор. Мне давно хотелось поговорить вот на стыке именно образования, потому что у меня были в студии гости из этой системы, но на стыке образования и экономики было интересно поговорить именно с вами, потому что вы такой представитель новой плеяды людей, которые этим профессионально занимаются. Я хочу вам искренне пожелать удачи, потому что мы, работодатели, очень ждем тот самый качественный, достойный продукт в нужном нам количестве, без которого сейчас, конечно, очень сложно. И от всей души искренне готовы вместе с вами над ним работать. Поэтому спасибо, что приняли участие, приняли приглашение. Давайте будем вместе вот этот хороший продукт делать. Спасибо большое. Будем. Это была программа «Разговор по делу». Вел ее я, Андрей Усенко. У меня в студии была Надежда Савельева, директор Института экономики и менеджмента нашего опорного вуза и доктор экономических наук. С такими докторами у нас все будет хорошо. Спасибо. 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 Разговор по делу.